Здравствуйте, братья и сестры! Когда Господь наш Иисус Христос, благословенно имя Его отныне и до века, призывал на апостольство Матфея от ящика с пожертвованиями, от кружки мытарской, то это вызвало реакцию негативную в окружающих. Говорит, что это ваш учитель съест с мытарями и грешниками? И Христос отвечал этим вопрошавшим, так сказать, смущавшимся, говорит, что не имеют нужды здоровые во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать неправедников, но грешников на покаяние. Это кардинально важные слова. Пойдите, научитесь. То есть вы еще ничего не знаете, то есть идите, поучитесь сначала. А чему поучитесь, что? Говорит, я, говорит, Господь, хочу милости, а не жертвы. И нужно здесь продолжить, значит. Вот это мы имеем цитату Господа Иисуса Христа из Старого Завета. Некоторые смущаются, мол, там зачем эти толстые книги читать? Что там найдешь такое интересное? Ну, у нас Новый Завет и все. А эти еврейские книжки нам, мол, без надобности. Фу, какая глупость. Глупость деревянных людей. Как бы неправда. Все очень важно. Вот Христос говорит, милости хочу, а не жертвы. Найдем, где это написано. Написано-то в книге пророка Осии. Пророк Осии или Гошуа. Глава шестая. Где он говорит, милости хочу, а не жертвы. Запятая. И боговедения более, нежели всесожжений. А несколько ранее, в четвертой главе той же книги, пишется, что так, как ты отверг боговедение, я отвергну тебя от священнослужения. И как ты забыл закон мой, так я забуду детей твоих, говорит Господь. То есть, это вообще жизнь наша зависит от боговедения, и жизнь детей наших зависит от знания закона. Если ты забыл закон свой, закон, вернее, закон тебе данный от Бога, потом не проси счастья для детей. У них счастья не будет, потому что ты попрал, переступил через важнейшие принципиальные и фундаментальные основы жизни. Это очень важно. Посмотрите на безбожников, что бывает с их потомками. Проследите по известным людям. У вас будет очень интересно, как это все уменьшается, улетучивается, исчезает без памяти или доходит до позора. Вроде, у, какой великий родоначальник. Потом, потому что, говорит, ты забыл закон мой, я забуду детей. Это Господь сказал. Тут можете спорить, надуваться, как бы, там, ерепениться, краснеть от гнева. Это бесполезно. Значит, вот, милости хочу, а не жертвы. То есть, и боговедение, то есть, знание о Господе, опытного знания. Здесь нужно, как бы, разделить мудрость, премудрость и ведение. Тоже важная вещь. Мудрость – это необходимое от Бога свойство разбираться в вещах практичных и предметных, нужных. Человек, который может, например, сантехнику провести в доме, там, или трубы положить, там, или паркет отполировать, это мудрый человек. На языке греков он называется мудрецом. То есть, мудрец – это техник. Техно – это искусство по-гречески. И вот человек, который ремонтирует машину, там, штукатурит дом, там, он мудрый. Но не премудрый, потому что премудрость – это нечто высшее. Это умение правильно понимать принципы жизни. Вот. С кем дружить, с кем не дружить, там, чего опасаться, чего не опасаться, о чем говорить, о чем молчать, когда говорить, а когда промолчать. Это уже нужна премудрость. Здесь ума сантехникова мало. Или ума, скажем, там, портного, там, или художника мало. Здесь нужна премудрость. А ведение – это следующая ступень наверх, когда человек лично знает. Не потому, что прочел. Он лично знает, что ад есть. Лично знает, что рай есть. Лично знает, что ангелы есть. И лично знает, что демоны есть. Это человек, лично знающий, что Христос воскрес. И что Христос – царь. И что он самый главный. Если вы самого главного не знаете, а знаете все, что ниже, там, такое, всякое такое, да, начиная от начальника ЖЭКа, там, скажем, там, условно говоря, заканчивая там начальником трамвайного депо. Вот этих всех знаете, как бы. А самого главного Иисуса Христа не знаете. Эй, у вас нет ни ума, ни премудрости, ни тем более ведения. И за отсутствие ведения отвержен будет народ мой от священнодействия. И погибнет народ, истреблен будет, это четвертая глава книги Осии, истреблен будет народ за отсутствие ведения. Пророки не спрашивали, где Господь, и священники с утра не спрашивали до вечера, где же Господь, и не искали меня, говорит Господь. И я открылся тем, кто не искал, не вопрошал обо мне. То есть искать Господа, и служить Господу, и познавать Господа. Говорит, давайте познаем Господа. Давайте все познаем Господа и исполним заповеди Его. Это ведение, от отсутствия которого исчезают целые народы. И ты забудешь мой закон, а я забуду детей твоих, говорит Бог. И слово его, однажды сказанное, не изменится. Поэтому, кто хочет жить, узнайте источник жизни. Если источник жизни вас не интересует, вы жить не будете. Вы пропадете, как грязные тряпки в огне пожара всемирного. Это правда. Я не шучу. И не пугаю вас, собственно. Я вас люблю, чего вас пугать. Вы хорошие. Но нужно вернуться к тому, кто создал нас. Без чего все остальное не имеет никакого смысла. Вот это точно, как дважды два четыре. Аминь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok